Для Беларуси наступает важный политический период – выборы в Палату представителей и Совет Республики. А еще впереди выборы президента, они пройдут уже в 2020 году. Эта тема и стала одной из главных на отчет на выборной конференции Бобруйской городской организации «Белая Русь». Акцент сегодняшней встречи на усиление внутренней дисциплины и категорическое исключение формализма. Мы попросили глава государства спокойно провести честно, согласно нашему законодательству, эти две серьезные очень компании. Поэтому «Белая Русь» готова к этому, у нас есть определенный опыт, и мы сделаем все, чтобы это было демократично, организованно, дисциплинированно. Говоря о структуре, организация «Беларусь» в Бобруйске – одна из сильнейших в стране, отмечает ее лидер Геннадий Давыдько. У нее хорошие традиции и проекты, особенно те, что сделаны в Бобруйске. Систематически они звучат, как пример, другим городам. Сегодняшний визит законотворца был достаточно насыщенным. Еще до этой встречи в кинотеатре парламентарий посетил сладкую фабрику города. На «Красном пищевике» Геннадий Давыдько был 11 лет назад. Тогда он отмечал на предприятии верность традициям. Сравнивая прошлое и настоящее добавляет, глобальный шаг вперед сильно впечатляет. Проведена модернизация, открыты новые мощности, хорошее настроение в коллективе, в цехах. Я просто потрясен. Мне кажется, что на примере «Красного пищевика» можно смотреть, что такое истинная модернизация, что такое стремление в будущее. На встрече с коллективом «Красного пищевика» Геннадий Давыдько обсудил с работниками и специалистами тему традиционного дня информирования. В повестке ключевые аспекты послания президента к белорусскому народу – демография, перепись населения и безопасность. Мария Бересневич, Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бопройск, 360.